Брестскому областному центру инновационного и технического творчества 35. Для учреждения дополнительного образования это небольшой юбилей. Это возраст процветания, а он определяется не только годами, но и тем, что сделано за три с половиной десятилетия. О том, над чем работают сегодня в доме, где живет креатив, в нашем следующем материале. Первую страницу истории Брестского областного центра инновационного и художественного творчества начали 5 февраля 1986 года. По приказу комитета БССР в Пинске создали областной дом технического и художественного творчества учащейся молодежи. Расположился он в здании, в котором находится и сегодня. Менялись руководители, менялся статус. Неизменными остаются задачи. Назначение было вначале, как сделать свободное время молодежи, досуг его полезным. В принципе, это основная красная линия задачи и стоит на сегодняшний день, потому что учащаяся молодежь должна содержательно проводить свое свободное время. Здесь не дают дипломов, не ставят оценок, а помогают талантам раскрыться. История центра тесно связана и с жизнью молодого специалиста Алексея Пигулевского. Это его первое рабочее место после окончания университета. Он архитектор. Величественные замки и здания он мастерит из картона со своими учениками на кружке архитектурное макетирование. Надо было как-то развивать именно это направление, потому что его, к сожалению, еще пока нет в Пинске. Надо было как-то занять эту нишу, потому что я считаю, что это очень важное занятие для детей, так как оно развивает и творчество, и мышление, и пространственное мышление, и вообще понимание работы с материалами. Оно обучает истории, скорее всего, даже архитектуры. То есть мы изучаем также аналоги макетов, которые были выполнены и в России, и в Европе, исторические различные здания. Воспитанники центра – молодые таланты Пинска, победители конкурсов, фестивалей, смотров республиканского и международного уровней. Ежегодно пополняют свои копилки достижений студия современного танца «Навигатор» и образцовый ансамбль эстрадного танца «Дежавю». Руководит последним Марина Пашина. Она пришла сюда на работу выпускницы колледжа искусств и осталась на совсем. Он создавался на базе нашего центра, именно детский коллектив, при коллективе народном ансамбле эстрадного танца «Дежавю». Тогда были взрослые, и мы решили сделать, так скажем, подрастающее поколение, смену для непосредственно уже народного ансамбля. Работаю я здесь уже более 15 лет. Это мое основное место. Коллектив наш в 2018 году получил звание образцовый. Центр шагает в ногу со временем. Это устойчивое выражение не ради красного словца. Накануне юбилея юных любителей новых технологий принимал кружок робототехники. Первый рабочий день совпал с надвигающимся праздником у педагога Евгения Даниловича. На мой взгляд, это очень сейчас перспективно, потому что идет полная автоматизация различных сфер жизни человека. На различных предприятиях внедряются роботы. Яркий пример Илон Маск с Теслой, беспилотные автомобили, те же самые роботы. Ну и в общем программирование сейчас очень востребованный продукт. Сегодня под крышей областного центра инновационного творчества собраны 15 объединений, занятые 506 учащихся. Знаковым юбилейный год учреждения стало для артистов Анны и Эдуарда Федосенко. Здесь они преподают цирковое искусство. Их воспитанники стали лауреатами двух конкурсов, которые проходили в онлайн режиме. Мы очень это ценим, мы очень любим детей, потому что хочется их как-то привлечь из этой жизни. Такой вот сейчас интернет, вся эта цифровая наша теперешняя жизнь у детей. Поэтому мы очень рады, что дети приходят и у них есть. Им очень нравится. Я смотрю, что так увлекаются и все. То есть мы прикладываем все усилия, чтобы их заинтересовать, потому что цирк это такое искусство, которое требует, воспитывает в детях трудолюбие, усердие. То есть поставили цель, к ней идем. Вообще у нас цирковая студия называется Монта-Карло. Это Монта-Карло самый престижный международный цирковой фестиваль, непревзойденный. И мы будем стремиться на Монта-Карло. Учреждение живет в насыщенной творческие кружки, планы и разработке новых направлений. Весь коллектив соберется вместе только на юбилейном педсовете.